МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. Деньги любят счет. Сегодня на седании Кабинета министров предложили внести изменения в бюджет. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. В Минстрое разъяснили ситуацию со сбором денег на капремонт. Спорт для всех. В Чувашии прошел республиканский фестиваль спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Региональная казна недополучила сотни миллионов рублей. При этом бюджет Чувашии на 2014 год необходимо увеличить за счет безвозмездных поступлений. Сегодня на очередном заседании правительства Чувашии решалось, куда необходимо направить привлеченные из различных источников средства. Подробнее Дмитрий Ковалев. Санкции зарубежных стран, продовольственная эмбарго – все это отразилось и на экономике региона. Бюджет республики недополучил более 500 миллионов рублей. Впрочем, это стало понятно еще летом. В разы сократились поступления налогов на прибыль от организаций и предприятий. Причина снижения налога на прибыль. Первое, уменьшилась сумма налога перечислена за обособленные подразделениями главными организациями, находящимися за пределами республики. В текущем году поступление по нему уменьшилось почти на 18%. И на 365 миллионов рублей. Это такие филиалы, как Сбербанк, Мирсковоги, Росгидро. Но казна республики пополняется по другим статьям. Мы практически увеличиваем неналоговые доходы на сумму 145 миллионов рублей, в том числе в результате эффективного распоряжения государственного имущества и природными ресурсами республики на 74 миллиона рублей. Безвозмездные поступления от бюджета в других уровнях увеличиваем на 1 миллиард 9 миллионов рублей. Хочу отметить, против первоначального плана на 2014 год указанные поступления увеличиваются в целом на 4 миллиарда 833 миллиона рублей. В общей сложности доходы увеличиваются более чем на 400 миллионов рублей. Но растут и расходы. Увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, капитальный ремонт больниц и школ, социальная поддержка ветеранов труда, инвалидов, многодетных семей – все это приоритеты бюджетной политики региона. Мы расходуем республиканский бюджет или в целом даже консолидированный бюджет Чувашской республики на 99,5% по действующим нашим принятым утвержденным программам. Окончательное решение принимает, понятно, государственный совет Чувашской республики. Мы, принимая проект документов, вносим в государственный совет. Дополнительные средства из бюджета направят и на развитие агропромышленного комплекса. Сельхоз товаропроизводителям региона должны выделить более 300 миллионов рублей. Часть этой суммы покроет процентные ставки по кредитам, которые работники отрасли оформили в 2012 и 2013 годах. Кроме этого, небольшое увеличение у нас идет субсидий для личных подсоемных хозяйств. Из федерального бюджета только на эти цели поступило, с учетом новых, это 545 миллионов рублей. Но, к сожалению, все эти средства недостаточны для закрытия всех потребностей. Мы планируем закрыть потребность по октябрь месяц, а ноябрь-декабрь будет переходящий. Члены кабинета министров одобрили внесенные изменения в бюджет. Теперь документ должны рассмотреть депутаты госсовета Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Завод 21 века. Сроки введения в эксплуатацию предприятия «Хивель» неоднократно переносились. Но сегодня выпуск продукции уже ведется. Посмотреть работу предприятия решил глава республики Михаил Игнатьев. Предприятие «Хивель» является одним из ведущих в энергетической отрасли и имеет существенное значение для промышленного комплекса всей России. В Новочебоксарске выпускают солнечные модули от 110 до 145 киловатт. Я сегодня, посмотрев производство, порадовался, впечатлен, что на самом деле линии работают. Первый продукт труда, результат работы ученых, конструкторов, инженеров и тех молодых людей, он на лицо. Сегодня я видел на самом деле первые модули, которые выходят на этом производстве. На предприятии трудится 306 человек и большинство – выпускники местных вузов. Сейчас у предприятия большие планы и заказы уже есть. «Хивель» поставляет солнечные батареи Алтайскому краю и Бурятии. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. В этом месяце жители многоквартирных домов впервые получат квитанции на оплату капитального ремонта. Их принесут вместе с документами на оплату услуг ЖКХ. Какие права и обязанности возникают у собственников, разъясняли в Минстрою Чувашей. Республиканская программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет и включает 4733 многоквартирных дома. Общей площадью более 15,5 миллионов квадратных метров. Есть и краткосрочный план на ближайший год. В него включены 280 домов. На их ремонт потребуется около 245 миллионов рублей, из которых 178 миллионов поступят из фонда и бюджетов, а 66,5 миллионов – средства собственников помещений. Вот эти деньги и начнут собирать с декабря. Напомним, аккумулироваться они будут либо на счетах ТСЖ, либо у регионального оператора, на спецсчетах фонда или в общем котле. Платежные документы будут раздаваться вместе, отдельно, вместе с квитанциями за жилищно-коммунальные услуги. То есть наши же управляющие компании, ТСЖ, будут нам их доносить. Мы для того, чтобы эту работу организовать, с ними заключили дополнительные соглашения. Платежный документ, требования платежного документа те же самые, как платежным документом за жилищно-коммунальные услуги. Тут указывается, конечно же, платильщик, лицевые счета открываются, сумма начисленная за месяц, и, конечно же, переходящие остатки, какие долги, чего. И также, конечно, есть место для того, чтобы, может быть, какую-либо информацию до собственника донести своевременно. Практически все советы многоквартирных домов решили оставить минимальный тариф за капремонт – 5 рублей 20 копеек с квадратного метра, точнее, с учетом индексации 5,50 на 2015 год. Собственники встроенных нежилых помещений также участвуют в оплате капитального ремонта. Для того, чтобы накопленные средства не съела инфляция, сейчас подбирают кредитные организации. Процентные ставки будут. Кредитные организации сейчас представляют конкурсную документацию для внесения их. По их отбору, там ряд критериев есть, и уставной взнос, и доступность населения по оплате взносов за капитальный ремонт, потому что, чтобы не было комиссионных взносов. Но решение по отбору кредитной организации будет занимать уже попечительский совет фонда. Не участвуют в программе капремонта собственники жилья, признанного ветхим или аварийным. А также, если в доме меньше трех квартир. Для всех остальных платеж за капремонт обязателен, даже если вы живете в новостройке. Программа актуализируется ежегодно. Соответственно, вновь вводимые дома, значит, тоже включаются в эту программу и формируют фонд капремонта. У них также остается обязательство за ними, в общем, в течение шести месяцев они принимают решение по формированию фонда капремонта, и через восемь месяцев у них возникает обязательство по внесению взносов за капитальный ремонт. За просрочку платежей по капремонту предусматриваются такие же меры, как и в случае задолженности за жилищно-коммунальные услуги. За исключением пений. Если жильцы многоквартирного дома примут соответствующее решение, пени начисляться не будут. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях одна из самых больных, но постепенно для нее находятся лекарства. Вдохновившись опытом Краснодарского края, Ростовской и Вологодской областей, в Чебоксарах задумались о внедрении мобильных детских садов. Несмотря на строительство в Чебоксарах новых дошкольных образовательных учреждений и уплотнений групп в садиках, в городе довольно остро стоит вопрос нехватки мест в детских садах. С 2012 года в Чебоксарах построено и реконструировано около 13 детских садов. Только в текущем году появилась 51 дополнительная группа. А это значит, около 1200 детей были обеспечены местами в садиках. Однако даже такие меры не смогли полностью ликвидировать очередь в детские сады. На рабочей встрече главы администрации города Чебоксара Алексей Ладокова с заведующими дошкольных учреждений обсудили пути решения сложившейся ситуации. Одним из них может стать внедрение в Чебоксарах мобильных детских садов, легких сооружений площадью до 140 квадратных метров из сэндвич-панелей и деревянных конструкций. Такой конструкции фундамент не требуется. И по заверению строителей, зимой в домике не будет холодно, благодаря системе отопления, утеплителям в панелях и теплым полам. Но тем не менее, такие садики будут предназначены только для групп кратковременного пребывания и оказания дополнительных услуг. Располагаться они будут на территории дошкольных учреждений. Опыт внедрения подобных садиков уже имеется в Краснодарском крае, Ростовской и Вологодской областях. И по результатам мониторинга в других регионах, стоимость мобильного садика, рассчитанного на 25 детей, составляет в среднем 1,2 млн рублей без учета подключения коммуникаций. Ну а новые остановочные павильоны в Чебоксарах начали появляться еще в апреле 2014 года. Последние конструкции компания «Дорекс» установила в октябре перед Международным спортивным форумом. Тогда многие горожане заметили, что на большинстве павильонов отсутствует название остановок на чувашском языке. Сейчас ситуацию исправили. Гостиница «Россия», русский драмтеатр «Дом торговли». В Чебоксарах название 60 остановок перевели на чувашский язык. Еще на 20 павильонах поменяли вывески на новые. Переводом занимались лингвисты Чувашского государственного института гуманитарных наук. Сообщили в управлении ЖКХ и благоустройство города. Незаконный источник дохода нашла для себя 51-летняя жительница Чуваши. Женщина работала помощником воспитателя детского сада, а еще торговала суррогатным алкоголем. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход. Между прочим, круглый год. Между прочим, круглый год. Вот и этот аппарат, который собрали супруги из Парецкого района, судя по всему, доход приносил приличный. С апреля по август текущего года супруги у себя дома торговали самогоном, который производили в кустарных условиях при помощи своего самогонного аппарата. Стоимость указанной продукции была достаточно низка. При этом она не соответствовала требованиям ГОСТа, поскольку содержала в своем составе фенилэтанол, а также другие опасные вещества, такие как альдегиды, сивушные масла и сложные эфиры. Предприимчивым супругам назначили по полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Впрочем, подсудимые приговор еще могут обжаловать. В Сочи подведены итоги всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-регион-2014». На эту престижную премию была номинирована и передача национального телевидения Чувашии на Абум. Теперь в копилке наград нашего телеканала есть вот такой серебряный диплом конкурса «Тэфи-регион». А вот знаменитая статуэтка Орфея досталась телевизионщикам из города Надым, которые сняли полчасовую новогоднюю комедию и также попали в номинацию развлекательных. Наши коллеги, автор и режиссер шоу Марии Шоклевой и Антонина Маркова посетили в Сочи мастер-классы академиков российского телевидения, побывали на экскурсии в Олимпийском городке и решили участвовать в конкурсе «Тэфи-регион-2015». До Нового года месяца на улицах столицы Чувашии уже можно увидеть Дедов Морозов и Снегурочек. Все они спешат на шоу «Будильники», которое проходит каждое утро на Таван-радио. Наша съемочная группа побывала в гостях у коллег и узнала условия новогодней акции. Девять часов и семь минут в Чебоксарах. Друзья, утреннее шоу «Будильники» продолжается здесь на Таван-радио на волне 103FM. И мы очень рады, что вы с нами. И, дорогие друзья, вот и новый час настал. Это значит, что у нас сейчас будет еще больше интересного, потому что впереди нас ждет интересная игрушка под названием «Смог бы, спел бы». Также нас ждут в середине часа новостяку, курьезные события, ну и, конечно же, наш... Дед Мороз и Снегурочка! Невероятный конкурс Деда Морозова и Снегурочек! За считанные минуты ведущие популярного шоу опровергают расхожее суждение о том, что утро добрым не бывает. Атмосферу праздника создают особые гости, прибывшие из сказочной Лапландии. И Новый Год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает. Когда часы 12 бьют, когда часы 12 бьют. Чтобы попасть на шоу, загадывать желание совсем не обязательно. Условия акции уже размещены в официальной группе Таван Радио ВКонтакте. Декабрь, это каждый понедельник, среду и пятницу, мы приглашаем к себе различных Дедов Морозов и Снегурочек. Они у нас рассказывают программу, рассказывают какие-то необычные случаи, ну и дарят подарки нашим слушателям. В конце мы планируем выбрать самую лучшую пару, самого лучшего Деда Мороза и самую лучшую Снегурочку, для того, чтобы подарить им наш главный приз. Каким будет этот приз, можно будет узнать в следующем эфире утреннего шоу в Будильнике. Дарина Игнатьева, Анастасия Алексеева, Россия Мухаммедов, Республика. А в Селияльчике состоялся заключительный этап спартакиады органов государственной власти. Кому удалось взять золотые медали, об этом в следующем материале. По традиции спартакиада органов государственной власти стартует в январе. В начале года ее участники встают на лыжи, летом состязаются в пулевой стрельбе, легкоатлетической эстафете, мини-футболе и перетягивают канат. В финальный этап выбились более 80 команд. Первые медали разыграли в бассейне. Самыми лучшими пловцами в этот день были полицейские, сотрудники администрации главы Чувашской республики и работники Чебоксарской администрации. Но особое внимание болельщиков было приковано к соревнованиям по волейболу. Команда кабинета министров, которую возглавил Михаил Игнатьев, сначала обыграла сборную глав администрации. Сломить напор команды исполнительной власти не удалось и депутатам Государственного совета Чувашии. Обе игры завершились со счетом 2-0. Играть надо чаще, заниматься спортом, тогда все пойдет так. Мы же редко собираемся. У каждого свой вид спорта. Я, например, больше в футбол играю, в волейбол играю реже. Ну и сыгранности как таковой нет. Будем чаще заниматься спортом, будем чаще встречаться. Будут лучшие результаты. На первую ступень педестала почета финального этапа спортыкиады поднялись сотрудники федерального казначейства, полицейские, представители Министерства спорта, а также работники Канарской и Вурнарской администраций. Когда все медали были разыграны, чиновники сменили спортивные костюмы на деловые. В селе Яльчики провели расширенное совещание руководителей органов государственной власти. Его участники рассмотрели плановые показатели ввода жилья, проанализировали объемы поступлений в казну, акцизных сборов от продажи местной алкогольной продукции. Чиновники также обсудили, как решается проблема дефицита земель для многодетных семей. Глеб Бритин, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Ежегодно в преддверии Международного дня инвалидов в Чувашии проводится республиканский фестиваль спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нем принимают участие как начинающие спортсмены, так и мастера. Пока в Чувашии физической культурой и спортом занимается около 6% инвалидов, но их число растет с каждым годом. И в фестивале участвует все больше людей с поражением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Сегодня их было около 250. Вы, несмотря на определенные физические ограничения, показываете всем тем, кто живет на этой земле, как нужно любить себя, как нужно стремиться, стараться и побеждать все трудности, которые есть в реальной жизни. В программу фестиваля вошли самые распространенные виды адаптивного спорта, практикующиеся в Чувашии. Настольный теннис, армспорт, шашки, шахматы и, конечно же, дартс. Возраст участников тоже разный. Самым юным 10 лет, а есть и намного старше. Анатолию Тихонову уже 63 года и любовь к русским шашкам до сих пор не прошла. Переезжал трижды даже на эти соревнования по шашкам, русским шашкам. Раньше болел, а сейчас прекрасно, как спортсмен, чувствую себя. Пришли на фестиваль и наши знаменитые пары бадминтонисты – Юрий Степанов и Алексей Попов. Правда, соревноваться им пришлось не в своем виде спорта. Больше повезло Антонине Медаян, занимающейся дартсом около 10 лет. В сентябре этого года на чемпионате России ей удалось выполнить норматив мастера спорта. Для меня это очень хороший вид и друзей очень много нашла для себя. Но это мое все. Так что я прихожу и отдыхаю. Большинство воспитанников спортивно-адаптивных школ занимаются физкультурой в целях реабилитации. Но сами того не замечая, некоторые из них переходят в спорт высших достижений. Поэтому участие в фестивале, возможно, для кого-то стало маленьким шагом в большое будущее. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Такими были новости глазами корреспондентов национального телевидения Чуваша. Я Ольга Пырочкина с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин